Всем привет! Мой ЧПУ наконец-то прибыл. Ехал он транспортной компании ПЭК аж с самого Краснодара. Станок был упакован в деревянный ящик самим производителем. Почему-то я решил спросить про габариты ящика уже в самом офисе транспортной компании. И получилось так, что я напрасно просил папу ехать с прицепом, потому как размеры ящика полтора на метр девяносто. И он по ширине никак не влезал. В общем, пришлось вызывать грузовое такси. Разгружали мы его из газели вдвоем. Сначала отрывали верхнюю крышку и торцевую стенку, чтобы вытащить ЧПУ отдельно от ящика. Ящик также можно осилить вдвоем. Кстати, я взял максимальный размер станка, так что, возможно, меньший ЧПУ можно поднять, не разбирая. Каркас скручен на 100-мм черные саморезы, а ОСБ прибиты скобами. Так что пришлось их просто выгрызать. Коротко о характеристиках станка. Рабочее поле 1 на 1,5 метра. На месте шпинделя стоит ручной фрезер на 710 Вт от Makita. Частота вращения 30 тысяч оборотов в минуту. Максимальная высота обрабатываемой поверхности 80 миллиметров. Почти весь материал от ящика у меня ушел на изготовление стола для ЧПУ. Конструкция стола достаточно примитивна и ничего особенного в ней нет. Я отформатировал все бруски на фуганке рейсмусе и скрутил их в каркас размером больше на 3 сантиметра с каждой стороны, чем наш рейсмус. Сверху прикрутил 12 миллиметровые ОСБ листы, которые также остались от ящика. Лишнее отпилил. Высоту ножек делал под себя, так что приблизительно она получилась 85 сантиметров. Они выполнены в виде прямоугольной трапеции и стыкуются под 90 градусов в углу. Если у вас вдруг есть такой же подобный станок ЧПУ, то пишите в комментариях, какой стол вы делали для своего станка. На второй день я все-таки решил сделать полку внизу, высоту которой я сделал как раз под размер системного блока. Несмотря на размеры стола, он получился достаточно легким, но и в его крепости сомневаться не стоит. Уверен, что вибрации от работы станка не будет. В основании ножек я закрепил небольшие бруски, в которые будут закручены врезные гайки. Они послужат для регулировки горизонта стола, потому как ровность пола у меня оставляет желать лучшего. Вообще мне кажется, что такая регулировка здесь лишняя, потому как скорее всего, как только мы перевернем стол, под своей тяжестью он сам деформируется и станет на все четыре ножки. Но лишними они точно не будут. Для полки я использовал все те же самые листы ОСБ от ящика. И да, я не сказал, с какими материалами работает этот станок. А работает он с древесиной различных пород, фанерой, ДСП, МДФ и полимерами. Что такое полимеры здесь точно не описано, но скорее всего это различные виды пластика. Станок возможно использовать как для двумерной резки различных форм, так и для сложных трехмерных объемных моделей. Ну и для первого теста станка я вырезал примитивную 2D форму. Также к станку прилагаются все нужные программы и обучающий видеоматериал. Ну и еще большая библиотека с готовыми работами. Для первой круглой выборки я установил фрезу на 6 мм с прямыми лезвиями. Кстати, ее пришлось докупить отдельно, она в комплект не входила. Так же как и другая однозаходная фреза на 3 мм. К ней также пришлось докупить переходник для цанги. Потому как в комплект с этим фрезером входят всего цанги на 6 и 8 мм. Не знаю видно или нет, но как на глаз, так и на ощупь поверхность получается очень ровная. В общем стоишь, отдыхаешь, смотришь как другие работают, только успевай стружку сдувать. Надо бы продумать для него систему аспирации. Мое мнение, за такие деньги станок просто отличный. А, я ж не сказал цену. В общем счет мне выставили за станок и дополнительные фрезы на 107 тысяч рублей. Дорого или дешево решать вам? Ну, я в принципе доволен. Ссылку на сайт, где я его приобрел, я оставлю в описании. Ну а если тема с ЧПУ вам интересна, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока!